Будет российский керп. Мы делали такой один в подарок Путину. На бархат потом собирается. Смотрится очень эффектно. Самобытные творы семейной майстерни есть у коллекции многих керовников сусветных держав. Усе экспонаты оригинальные, мают авторский декор. Филигрань, теньшими слоями, сожская скань, выбитный керунок белорусского народного мастерства. С допомогой пинцета с миллиметровой тонкой стружки творцы выкладывают мудро гелистые узоры. Тонкая ювелирная праца. Древесина чуть-чуть пересохла, она раз и ломается. Поэтому с ней сложно работать. Надо очень аккуратно пинцетом. Дерево может портиться просто от атмосферных воздействий. То есть влажность большая. Если еще не успел лаком хорошо покрыться, обработать, завитки испортятся. Это семейные майстерни, где нарожаются шедевры, шкатулки, картины, панно, образы у складанной редкой технице. Майстеры работают с дровляной стружкой, издавляют ее творы, по сути, отражают старожитное рамяство. Для створения этих шедевров необходима ювелирная докладность, неверогодная старанность и умение гулять колерами и текстурами. Это вот бабочка, вот ее крылышко. Собирается она на резное тело. Приклеиваем мы ее на бархат, оно так эффектнее смотрится. Сорская скань – уникальный вид декоративно-прикладной творчести. Национальный бренд Беларуси. Оригинальное и вельми тонкое мастатство не будет забыто, пока его развивают такие талиновитые майстеры. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель», припотримцы АТН.